Девчонки, поздравьте меня! Я начала курс массажа, фейс-фитнес-массажа от Алены Рассашинской. Многие из вас, кто увлекается этой темой массажей, ухода за лицом, скорее всего, в курсе, потому что это и сертифицированный тренер. Сейчас очень много разных тренингов, таких вот, связанных с массажем, с марафонами разными, но не все имеют медицинское образование, специальные сертификаты. Алена одна из немногих дипломированных специалистов. Сегодня был первый мой день. Это такой вот огромный курс. Я вам сейчас покажу, как разбит этот курс, на какие блоки, чтобы, может, кто-то заинтересуется, было интересно. Но первым делом хотелось бы отметить результат. Вот действительно шок, потому что от первого раза я увидела уже изменения. Ну, естественно, они будут недолго играющими, это нужно пройти определенный курс, чтобы, ну, закрепить, скажем так, результат. Но что я заметила? Тургор кожи улучшился. То есть вот после того, как я проделала все, у меня, ну, вот я нажимаю и прям чувствую, как не висит у меня все это, ну, как это было, да, вот такие какие-то рыхлые были щеки, а это все рыхлые брыли, а это все более-менее так подтянуто. Еще плюс ко всему, у меня здесь после того, как я вырвала зуб мудрости, усугубились носогубные складки и опустился уголок рта. Так вот у меня после первого занятия, можете представить, для меня это был шок. Я, знаете, разглядывала себя со всех сторон, подходила вот так вот в зеркало, и вот так вот так вот, и вот так вот, и вот так вот, и вот так вот. Думаю, нет, ну не может быть, когда у тебя все вот так вот там повисло, да? Так вот, не хочу дальше тянуть, пока растянула, пусть будет так. Вот, у меня немножко воспалительные элементы здесь на лице, потому что я еще делаю кое-какие упражнения, чистится лимфом. И я и так подходила к зеркалу, думаю, ну не может быть после первого раза, но действительно, то есть вот эта вот складочка носогубная, она у меня прямо разгладилась, она у меня не так нависает над ртом, да, над верхней губой. И вот эти вот уголки, они стали менее заметными. То есть это не так, что, знаете, вот присматриваешься и думаешь, поменялось ли что-то или нет, а на самом деле вот с первого раза действенный такой вот эффект. Ну, в целом, знаете, даже у меня вот здесь вот было такое вот как бы впалое состояние щеки, и за счет того, что подтянулась вот кожа, эффект не такой заметный. Ну, вот эта вот ложбинка, она у меня была и до удаления зуба мудрости, то есть это такое строение, не строение, не знаю. Но тем не менее, то есть я в шоке от того, что я от первого занятия, то есть вот я сейчас вышла к вам в эфир без всякого мейкапа, у меня здесь ни бровей нету, там ни ресницы не накрашенные, вот прям прошла долго, правда, я пыталась что-то сделать, повторить, потому что первое занятие получасовое, там разбор идет каждого упражнения, вплоть до таких вот мельчайших деталей, показывается на модели. Я вам покажу, как это выглядит. И вот, ну, в шоке от того, что есть первый результат. Ключи, я в диком восторге. Вот выглядит кабинет, личный кабинет. Вот этот баночный массаж я очень хочу. У меня есть уже банки купленные, я тоже хочу этот массаж. Я как только пройду вот этот курс, приступлю и к баночному. Вот посмотрите, значит, как складываются уроки. Первый день – это теория и базовый комплекс, то есть она немножко рассказывает о себе, дает теорию, представление о мышцах. И потом идут упражнения, упражнения прямо с разбором. Ну, я вам сейчас открою, как это выглядит. К каждому упражнению есть свое видео, где сначала тренер Алена показывает на модели, а потом уже на себе. То есть тут 44 видео. Видите, очень их много. Очень-очень много. Ну, я делаю час, наверное, где-то, потому что пока я, ну, так посмотрю, потом сделаю, потом еще раз повторю, закреплю результат. И я еще вечерком сегодня хочу потренироваться. У меня что-то еще интернет здесь подвисает. Потом второй у нас этап – это уже расширенный комплекс фейс-фитнес. Это массаж в наклоне. Когда вы упор делаете либо на стол, либо в наклоне делаете. Но я еще пока не проходила, не могу. Пока вы не пройдете первый этап, вы не приступите к следующему. Потом лимфодренажный массаж и потом щипковый массаж. И вот здесь вот в самом конце есть 34 минуты полный комплекс упражнений. То есть включающий в себя фейс-фитнес-массаж, фейс-фитнес-массаж в наклоне, в лимфодренажный и щипковый. То есть вот такой вот богатый по наполненности. Но самое главное – это результат. Я вот заметила с первого раза. Чему я безумно рада. Сейчас сделала комплекс от Радмилы Шакуровой. Я уже как-то вам в видео говорила, что нашла эту Югиню. Она 14 лет занимается йогой. Была в разных там городах, скажем так, странных, и в Индии, и везде. И вот я собрала ее, скажем так, все видеоролики, которые есть на YouTube. Их 27 получается у нас штук. Сейчас проходила. Смотрите, вот этот вот комплекс. Мне так понравилось. Делаем еще раз вдох. Подбородком, грудью тянемся в пол. Это не отжимание, это прогиб. Выдох, скругляем спину. Теперь через эти точки мы двумя руками уходим вперед. Тоже поза кошки. Называется Марджи. Это не совсем обычная йога. Я же занималась, как-то я вам сбрасывала, тоже ссылочку по девушке по одной занималась. Не помню, как ее зовут. Но да ладно. А у нее в основном асаны. Асаны, а это на растяжение, на суставы. Для тех, у кого проблемы, вот именно конкретно вот этот комплекс, он подходит для тех, у кого проблемы с позвоночником, у кого грыжи, протрузии. То есть очень хорошо растягивает позвонки. Вот это вот я сейчас упражнение делала. У меня гибкость очень классная, вот хорошая. То есть я делаю на уровне профессионала все вот эти вот, посмотрите. То есть у меня так же получается это делать ненормально. Вот, я собрала плейлист, я уже говорила, он 100 рублей будет стоить. Если хотите, сами в интернете ищите все ее видеоролики, комплектуйте свой плейлист. Этот у меня плейлист закрытый. Я вот каждый день, буквально каждый день делаю. Тут есть коротенький. Вот видите, вот этот, например, всего лишь 15 минут. Не так уж и много, да. Я делаю на шейный отдел позвоночника и вот беру какой-то еще один комплекс. Там есть комплексы и часовые, получасовые. Вот я смотрю, йога для позвоночника. Нет, получасовые, да, комплексы есть. Но классные, короче. Мне нравятся, я в восторге в диком, потому что это немножко другая йога, чем той, которой я привыкла, асаны там, стойка на голове и так далее. Это больше всего на растяжку, на гибкость, на баланс. Немножко другая йога, вот именно как раз больше подходит для тех, у кого проблемы с суставами, грыжей, протрузии и так далее. Причем она обязательно об этом говорит. То есть она обязательно на этом акцентирует внимание. Вот это вот делать аккуратно, это аккуратно. То есть это тот человек, который вот сейчас лично для меня, для моего состояния. И мне нравится подача. Очень такая четкая, хорошая, грамотная. Так что вот так вот. Кому нужно плейлист, ссылочку на плейлист, пишите мне. Девчонки, я вам расскажу. Я в таком видоне, но я просто не могу с вами об этом не поделиться. Со мной сейчас произошла такая ситуация. Будьте внимательны, мне просто хочется каждого из вас предупредить. Сейчас очень распространено мошенничество якобы от звонящих. Хэсколл-центр Сбербанка. У меня, ну не у знакомого, у моей подружки лично таким образом сняли с карточки 5000 рублей. Поэтому на все звонки, которые будут осуществлять со Сбербанка, якобы со банка Сбербанк, никакие ни кодовые слова не говорите, никакие номера карт своих не говорите, ни трехзначный номер, который у вас есть на вашей карте, ни логины, ни пароли. Такое не спрашивают сотрудники Сбербанка. Сейчас мне звонит якобы сотрудник со Сбербанка, представляется и говорит номер с московского 495. Причем я не знаю, как эту Шарашкину контору еще не закрыли. По идее, не так уж и сложно найти по номеру телефона, если, допустим, ты обращаешься на мошенничество. Может быть, и люди, у которых сняли деньги. Вот моя подружка никуда ничего не писала. Надо у нее, кстати, об этом узнать. Я вам потом досниму этот кусочек. И, значит, сейчас звонят мне и говорят, здравствуйте. А они даже, по-моему, по имени ко мне обратились. Мы сотрудник Сбербанка. Я даже не помню, представился он или нет, потому что я такие вещи не запоминаю. И спрашивает, с вашей карточки на имя Фравлова Александра сейчас отправляется перевод. Я такая говорю, ну да, а что для этого нужно? Что нужно для того, чтобы отправить перевод? Он такой, кодовое слово. А я говорю, а какое кодовое слово? Он говорит, ну то, которое вы оставляли у Сбербанка при регистрации карты. Я такая, я его не помню. И такое на том конце провода пип-пип-пип. Вот. Но я-то знаю, что звонят таким вот образом мошенники. Я не знаю, что они именно говорят, но знаю, что могут звонить. И потом я уже Юльке звоню, эту ситуацию рассказываю. А я ей говорю, я не пойму, что он от меня хотел. Перевод отправляется, что он от меня хотел. И тут до меня дошло, что я должна была возмутиться. То есть в то время, когда он мне сказал, что с вашей карты отправляется перевод на имя Фравлова. А я такая должна была ему сказать, стоп, какой перевод? Я ничего не отправляю. Это какая-то ошибка. Он такой говорит, ну давайте проверим. Вот скажите мне там номер вашей карты или номер трехзначный, который есть на вашей карточке. Зная его, можно отправить любую сумму. Я не знаю, может быть, у них какие-то там пиратские, шпионские программы стоят, где они могут это отправлять. Я не знаю, каким образом работает эта схема. Но так вот у моей подружки списали деньги с карточки 5 чем-то тысяч. И он сумму мне озвучил, 5 300 с вашей карточки отправляется на имя Фролова какого-то Александра. И я у него не по сценарию просто разговор пошел. Он мне когда сказал, что с вашей карты сейчас оформлен перевод на имя Фролова, а в сумме 5 300, я такая говорю, ну да, а что нужно для того, чтобы отправить эту сумму? А я должна была как отреагировать? Ну, нормальный человек, да, которого звонят и который не делает этот перевод. Я должна была удивиться. Я ничего, никаких действий не совершала, какой перевод. А он такой, давайте проверим, да. И, наверное, из этого, исходя из этого, складывается дальше разговор. Вот я вам сейчас вышлю смс-ку, как и Юльке звонили, тоже, кстати, мошенники. Звонили, они говорят, мы сейчас вам вышли смс-ку, и вы отправьте код, который к вам придет в этой смс-ке, чтобы мы отменили эту операцию. Вот как построен у нее был разговор у Юльки. А у меня не получилось с ним разговора, потому что я говорю, ну да, давайте отправим, а что для этого нужно? Вот так что будьте бдительны, вам могут звонить. И сам факт, сама ситуация страшна в том, что я на заднем фоне слышу какофонию, состоящую из многоголосия и большого количества звонков. То есть там работает целая система, целая структура, я не знаю, там целый кабинет, где огромное количество людей, таких вот якобы сидящих сотрудников от Сбербанка, делают огромное количество звонков. Вы представляете, какое, опять же, количество людей кинуто на деньги. Это не 100 рублей, это не 200 рублей. Вот у моей подружки сняли сумму в 5000 рублей. Так что будьте бдительны, имейте в виду. Никакие ни коды, ни пароли, ничего не говорите. Кладите номер телефона. Причем у меня подружка рассказывает, я плачу в трубку, я понимаю, что что-то не то происходит, я понимаю, что здесь какой-то обман, но я говорю, говорит, плачу, вот этот вот код, номер, который пришел ей в смс, или вы ей прислали, либо номер вот этот трехзначный, она на обратной стороне карточки сказала, и у нее сняли таким образом деньги. Так что имейте в виду, что такое имеет место быть, и в случае, если вам звонят, но вы не знаете, как отреагировать, и чувствуете, что что-то не то происходит, и что-то это как-то подозрительно, сомнительно, кладите трубку, не продолжайте дальше разговор, перезванивайте на бесплатный номер Сбербанка и уточняйте эту информацию у них. Если вдруг у вас есть какие-то сомнения, хоть малейшие сомнения, не ведитесь на развод. Девчонки, такой кайф, посмотрите, выйти на заваленки, и вот я все их уговариваю, никак не уговорю сделать каком-нибудь место для отдыха, чтобы вышел, папа говорит, ну вот, иди, стульчик возьми, я не знаю, стол поставь, да, должна быть зона отдыха, не будет зоны отдыха, они никогда не будут отдыхать, обязательно должен быть стол, какие-то стульчики, и вот приходится есть на заваленки. Ма, сюда, ой, Вадик, отойди. Вот, посмотрите, соль, вот тут разных видов соленое, это копченое и борщичок, прям так, эпично, на расколу этой заваленки, это красиво, это по-деревенски. Да, мам? Да. А мама это у меня выкопала, ну, повыдергивала свеклу, сейчас вот она готовит отдельно листья, да, мам, а куда листья пойду, рурочка? Курья, курьян, и отдельно свеклу, вот она уже, смотрите, убрала сколько. Я вам выражаю, чуть-чуть попозже покажу. Да я его весь не выкукую. Что? Вот так вот. Мам, сделайте, пожалуйста, на следующий год зону отдыха, хоть маленькую, хоть два стульчика и стол куда-нибудь. Вот как раньше. В смысле? Вот у вас стояли здесь два кресла и стол. Стол поставь и стулья поставь, пускай стоит. Вы их постоянно затаскивать будете туда-сюда. Нет, стулья такие, чтобы они не, не, не это. Представляете, на улице 7 часов, а уже луна. Красиво, красиво, красиво. Такая она в дымке, неполная, красивая луна. Не хожу я что-то на закаты, потому что чуть прохладно уже. И я столько всего за день делаю. У меня день пролетает просто незаметно. Я даже практически на улицу не ухожу. У меня столько график такой, который я вам написала, показала. Я еще хочу кое-что вклинить туда. Потом вам покажу. Папке вчера плохо нашему было. Ночью он встал. Я проверила его на наличие инсульта. Вы знаете, как проверять первые симптомы? Человек должен улыбнуться. Если у него нет инсульта, он должен ровно улыбнуться. Ну, допустим, если инсульт, в такой начинающий он же по-разному проявляется. Вот та женщина, к которой мы ездили на похороны, она упала сразу. То есть ей плохо стало сразу. У нее сразу паралич был. У некоторых это как потихоньку-потихоньку он развивается. Так вот, первые признаки – это то, что человек не может нормально улыбнуться, не может нормально говорить, у него не связанная речь, и не может поднять обе руки. Первую помощь… Ну, можете почитать в интернете. Я самое что запомнила. Ну, во-первых, голова должна быть выше, чем ноги, расстегнуть все стягивающие одежду, манжеты, там, ремни-неремни, доступ к свежему воздуху обеспечить, открыть окошко, и обязательно дать 10 таблеток глицина, потому что глицин, он мозговое кровообращение улучшает. И мы вчера его дэносом аппаратом, у него давление было повышено, он померил давление, было повышенное давление дэносом я буквально поработала где-то 10 минут. Да, пап? Да. А раньше она у тебя так быстро спадала или нет, пап? Да. Ну, давление если поднялось, и если ничего не делаешь, она у тебя через какое время снижается? Ну, она по-разному. Ну, быстро так снижалась у тебя когда-нибудь? Да. Снижалась. Она более резкие скачки бывает. Ну, вчера она у тебя упала и больше не поднималась. Не поднималась. Вот. И, короче, вот ту книжку, которая купила классную, такую за 500 рублей, она отдельно продается по вот этой методике Дэнос. И я нашла там гипертонический кризис, когда острая форма такая. И прям поработала буквально там 10-15 минут Дэносом, померила давление, оно у него снизилось. Дали маглицин на всякий случай, ему 5 таблеток, водички. Натерли. У него немела одна из сторон щека. Но она говорит, она не спала, может быть, поэтому растерли ее массажным индийским маслом. Ну, то есть обошлись без всяких там химозных средств. Так что вот так вот, да, кисончик? Потому что папке нашему было вчера плохо. И мамке говорю, мам, ты давай изучай, что такой инфаркт, какие первые признаки, как первую медицинскую помощь оказывать. Потому что когда такое случается, не знаешь, что делать. И важны именно как раз первые секунды при инсульте. Не при инфаркте, а при инсульте первые секунды. Чтобы знала, как, чего, чтобы не был холодный разум, был четкие, отработанные действия. Все, я покушала. Главное, на него не наступить. Пушечки. Что-то прохладно, так холодно очень сейчас. Прям очень холодно. Я уже мысленно расстаюсь с поселком, с родителями. Скоро уезжать, что-то так не хочется. Видите, солнце куда сместилось? Было вот здесь вот. Сейчас вот здесь вот. Так что я даже не знаю, где его можно увидеть. Где он заходит. Наверное, я с собой заберу вон тыковку одну хотя бы. Вот, так как, скорее всего, мы с родителями вместе поедем. Нам нужно какие-то дела там сделать. Это у нас осталось. Листья. Вот, всего-всего. Мама, где этот свекла? Урожай. Вон. Урожай. И прошла. Вот. Это наш урожай. Но не все мы выкопали. Кстати, свекла в этом году очень-очень сладкая. Прям вообще сахарная. Я люблю свеклу. Вот, сейчас ты из нее салат делаешь. Но если она вкусная, если она какая-нибудь кислая, там, я не знаю, землянистая, я вообще ее не ем. Мне очень важно, чтобы свекла сладкая была. Вот здесь вот они, когда купили этот дом, у них вот здесь, вот в этом проходе стояло два маленьких креслица и столик. И они выходили здесь, кушали обычно. Вот это прям было благодать. В окно подавали еду и садились. Да, а сейчас нету, но нету места. Стуль и давай завтра поставим, стол поставим, садись и кушай. Те, кто не разрешает. Должно быть удобно, должно быть село, понимаешь? Ну, садись, сиди. Можно на этот, вынеси свои шезлонги, накрывать на ночь, чтобы коты, допустим, не это самое. Утром открыла, опять сиди. Те же разве не так? Классная идея. Ну, вот, садись. Скоро домой. Садись и сиди. Тебе разве не надо. С этого уже заходишь? Нет, 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 нет. Ладно, будем закругляться. Так много наснимала. Сейчас изучаю Деннис. Иди, жилечку повешу. Оказывается, Ладос, Деннис Ладос аппарат можно использовать в качестве микротоков для лица. Очень крутая вещь. Вау, видите, какой он злой. Злой. Вот так вот, а мы все. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok